Шалфей для окрашивания волос, оздоровления и тонирования в одном средстве. Противопоказания абсолютные – нарушение функций щитовидной железы, воспалительные процессы в почках. Принимать с осторожностью при пониженном артериальном давлении, лактации трава уменьшает количество молока, беременности. Решение о целесообразности применения лучше принять после консультации с врачом. Как правильно использовать для сохранения и усиления окрашивающих свойств шалфея? Ополаскивайте локоны отварами не реже двух раз в месяц. Помните также, что очень частое применение нежелательно, максимум дважды в неделю. Возможен также интенсивный ежедневный курс около 7 дней, после которого следует сделать перерыв примерно на месяц. Не ждите, что шалфей скроет седину. У него свойство продавать волосам оттенок, а не внедрять в них красящий пигмент. Чтобы покрасить сидеющие волосы, используйте настой указанной травы с добавлением чая или розмарина. При этом будьте готовы к тому, что замаскировать седину с первого раза не удастся. Процедуру придется повторить несколько раз в течение месяца. Чтобы усилить эффект, можно ежедневно, в течение 1-2 недель протирать каждую прядку ватным диском, смоченным в шалфейном отваре. Помните, что наносить средство нужно на чистые локоны, а движения должны быть в направлении от корней кончиком. У шалфея специфический запах, смягчить, который поможет нанесение на прядки эфирного масла лаванды после применения. Удобно будет использовать отвары, распыляя их на пряди. Для этого налите настой в бутылку с пульверизатором и хорошо сбрызните волосы. Ополаскивать или нет, смотрите по рецептам. В некоторых источниках указывается, что окрашивание можно проводить и за один сеанс. Для этого нужно будет сделать такие манипуляции – ополоснуть чистые локоны отваром из шалфея. Смыть, снова ополоснуть, снова смыть. Итак, 20 раз. Такое окрашивание нужно делать не чаще раза, а 2 в месяц. Рекомендуем прочесть лучшие рецепты окрашивания волос чаем, кофе, какао. Рецепты окрашивающих отваров Чистый отвар Этот рецепт подойдет обладательницам русых волос, желающих получить темные локоны без вреда для них. Понадобится чашка сухого шалфея, 1 литр воды. Как готовить и применять? Залейте траву водой и доведите на медленном огне и до кипения. Остудите полученный отвар естественным путем. Щедро ватрите полученную жидкость в нем этой волосы. Укутайте полотенцем и оставьте на 1 час. Смойте теплой водой с шампунем. С чаем с помощью такого рецепта шевелюра постепенно приобретает насыщенный каштановый оттенок. Понадобится по 2-4 столовые ложки сухого шалфея чая черного, 0,5 литра кипятка. Как готовить и применять? Залейте травы кипятком. Накройте крышкой и дайте настояться не менее часа. Чем дольше выдержка, тем насыщеннее цвет. Чистые локоны хорошо ополосните процеженным настоем. Не смывайте. Из этих же ингредиентов можно приготовить и немного другой отвар, который разрешается хранить в холодильнике. Для этого проварите травы на очень медленном огне в течение 2 часов. Охладите наваристую жидкость, а затем капните в нее пару капель литилового спирта. Ополаскивайте полученным отвар локоны на протяжении 5-6 дней. После этим средством можно будет подкрашивать отрастающие корни. С розмарином понадобится по 3 столовые ложки сухой травы розмариной шалфея, 1 стакан кипятка. Как готовите применять, залейте травы кипятком, накройте крышкой, дайте настояться до полного охлаждения. Ополаскивайте после каждого мытья до получения нужного оттенка. Конечно, использование шалфея в качестве краски для волос не даст вам таких впечатляющих результатов, как другие красящие продукты с химическим составом. А эффект после применения чудодейственного растения будет совсем непродолжительным. Но зато у вас появится возможность придать новые пуси близкие к натуральному оттенок без вреда для волос. К тому же вы еще и подлечите свою шевелюру, а также придадите ей здоровой блеской шелковистость. Поэтому использовать шалфей для окрашивания локонов или нет, решать вам. Если хотите кардинальных изменений внешности, выбирайте другие способы, а если вы, за естественность, попробуйте освежить свой образ. С помощью натуральных и более безобидных средств для тонирования. Окрашивание – сложный для волос процесс. Наши советы помогут вам избежать ошибок и неудач, что необходимо для домашнего окрашивания волос. Етапы процедуры. Можно ли красить волосы при грудном вскармливании? Что будет, если часто красить волосы, как избежать частого окрашивания? Почему зеленеют волосы, как убрать зеленый оттенок, беременность и окрашивание волос, нужно ли мыть голову? Перед покраской, как вернуть натуральный цвет после окрашивания и полезные видео волосы, больше никогда не будут выпадать. Свойства шалфея Шалфей лекарственный Именно этот вид используется в косметологии и медицине, обладает антимикробными, противовоспалительными, противогрибковыми. И общеукрепляющими свойствами. В листьях, стеблях и семенах растения находятся эфирное масло в составе пинин, циниол, декамфура, флавоноиды, дубильные вещества. Урсоловые, олеаноловые кислоты, витамины. Любительницы натуральных лечебных средств используют шалфей для заживления царапин и ран на голове, борьбы с перхотью, нормализацией. Работы сальных желез и укрепления локонов. Используют его и для окрашивания волос в виде отваров. Преимущества и недостатки окрашивания Преимущества – безвредность в сравнении с популярными красящими продуктами. Исключение – индивидуальная непереносимость растения, доступность. Траву в сушаном виде легко купить в любой аптеке по приемлемой цене. Уход за локонами, их оздоровление, возможность закрашивания седины. Недостатки окрашивания – недолговечный результат. Краситель быстро смывается. Для того, чтобы цвет держался на шевелюре, ее придется ополаскивать отваром время от времени, подходя только для темных волос. Идеи модного и красивого окрашивания темных волос вы найдете у нас на сайте. Кому подойдет окрашивание? Поскольку окраска волос шалфием придает шевелюре более темный, насыщенный оттенок, имеющий гася цвета волос, использовать его лучше только шатинкам и брюнеткам. Обладательницам светлых локонов этот способ не подойдет. При многоразовом ополаскивании получается близкий к глубокому каштановому оттенку цвет с холодным почти серым блеском. Разнообразие оттенков трава не дает. Противопоказания абсолютные – нарушение функций щитовидной железы, воспалительные процессы в почках. Принимать с осторожностью при пониженном артериальном давлении лактации трава уменьшает количество молока, беременности. Решение о целесообразности применения лучше принять после консультации с врачом. Как правильно использовать? Для сохранения и усиления окрашивающих свойств шалфея ополаскивайте локоны отварами не реже двух раз в месяц. Помните также, что очень частое применение нежелательно, максимум дважды в неделю. Возможен также интенсивный ежедневный курс около 7 дней, после которого следует сделать перерыв примерно на месяц. Не ждите, что шалфей скроет седину. У него свойство продавать волосам оттенок, а не внедрять в них красящий пигмент. Чтобы покрасить седеющие волосы, используйте настой указанной травы с добавлением чая или розмарина. При этом будьте готовы к тому, что замаскировать седину с первого раза не удастся. Процедуру придется повторить несколько раз в течение месяца. Чтобы усилить эффект, можно ежедневно в течение 1-2 недель протирать каждую прядку ватным диском, смоченным в шалфейном отваре. Помните, что наносить средство нужно на чистые локоны, а движения должны быть в направлении от корней кончиком. У шалфея специфический запах смягчить, который поможет нанесение на прядки эфирного масла лаванды после применения. Удобно будет использовать отвары, распыляя их на пряди. Для этого налите настой в бутылку с пульверизатором и хорошо сбрызните волосы. Ополаскивать или нет, смотрите по рецептам. В некоторых источниках указывается, что окрашивание можно проводить и за один сеанс. Для этого нужно будет сделать такие манипуляции – ополоснуть чистые локоны отваром из шалфея. Смыть, снова ополоснуть, снова смыть. Итак, 20 раз. Такое окрашивание нужно делать не чаще раза, а 2 в месяц. Рекомендуем прочесть лучшие рецепты окрашивания волос чаем, кофе, какао. Рецепты окрашивающих отваров. Чистый отвар этот рецепт подойдет обладательницам русых волос, желающих получить темные локоны без вреда для них. Понадобится чашка сухого шалфея, 1 литр воды. Как готовить и применять? Залейте траву водой и доведите на медленном огне и до кипения. Остудите полученный отвар естественным путем. Щедро ватрите полученную жидкость в немытые волосы. Укутайте полотенцем и оставьте на 1 час. Смойте теплой водой с шампунем. С чаем с помощью такого рецепта шевелюра постепенно приобретает насыщенный каштановый оттенок. Понадобится по 2-4 столовые ложки сухого шалфея чая черного, 0,5 литра кипятка. Как готовить и применять? Залейте травы кипятком. Накройте крышкой и дайте настояться не менее часа. Чем дольше выдержка, тем насыщеннее цвет. Чистые локоны хорошо ополосните процеженным настоем. Не смывайте. Из этих же ингредиентов можно приготовить и немного другой отвар, который разрешается хранить в холодильнике. Для этого проварите травы на очень медленном огне в течение двух часов. Охладите наваристую жидкость, а затем капните в нее пару капель литилового спирта. Ополаскивайте полученным отвар локоны на протяжении 5-6 дней. После этим средством можно будет подкрашивать отрастающие корни. С розмарином понадобится по 3 столовые ложки сухой травы розмариной шалфея, 1 стакан кипятка. Как готовите применять, залейте травы кипятком, накройте крышкой и дайте настояться до полного охлаждения. Ополаскивайте после каждого мытья до получения нужного оттенка. Конечно, использование шалфея в качестве краски для волос не даст вам таких впечатляющих результатов, как другие красящие продукты с химическим составом. А эффект после применения чудодейственного растения будет совсем непродолжительным. Но зато у вас появится возможность придать новый пусси близкий к натуральному оттенок без вреда для волос. К тому же вы еще и подлечите свою шевелюру, а также придадите ей здоровой блеской шелковистость. Поэтому использовать шалфей для окрашивания локонов или нет, решать вам. Если хотите кардинальных изменений внешности, выбирайте другие способы, а если вы, за естественность, попробуйте освежить свой образ. С помощью натуральных и более безобидных средств для тонирования. Окрашивание – сложный для волос процесс. Наши советы помогут вам избежать ошибок и неудач, что необходимо для домашнего окрашивания волос. Етапы процедуры. Можно ли красить волосы при грудном вскармливании? Что будет, если часто красить волосы, как избежать частого окрашивания? Почему зеленеют волосы, как убрать зеленый оттенок, беременность и окрашивание волос, нужно ли мыть голову? Перед покраской, как вернуть натуральный цвет после окрашивания и полезные видео о поласкивании волос. Волосы больше никогда не будут выпадать.